Ну все, здравствуй, депрессия. Что случилось? Как что? Первое сентября. У тебя же не в школу, Максим. Чего грустить? А то, что лето, тю-тю. Все. Осень, говоря. Макс, но ты взгляни на это с другой стороны. Сегодня первый день осени, а значит сегодня день ее рождения. Отличный повод устроить настоящий праздник. С тортом и пирожным? Конечно. Ну ладно, тогда я снова весен. Доброе утро, губерния. Сегодня с вами встречают осень и празднуют ее день рождения ведущие Саша Багачина. И Максим Полагнюк, по-моему, мы должны радоваться, что у нас осень есть на экваторе. Например, осени никогда не бывает, как, впрочем, и весны. Только бы дождей не было. Я хочу, чтобы осень была солнечная и побольше красочных листьев. Самое то для красивого фотосета. А какую осень себе пожелали бы наши зрители, мы сейчас узнаем. Солнечный и счастливый. Продуктивный. Не холодный, продуктивный, да. Бесконечного бабьего лета. Ой, золотой. Да, недождливый. Теплый, может быть. Теплый. Да, теплый. С огромным удовольствием продолжаем наш утренний эфир, потому что к нам в гости наконец-то пришла Оля Семенова. Имя Частелес, наш постоянный эксперт. Доброе утро. Доброе. Радостное утро. Осеннее. Осеннее, да. Поздравляем тебя с началом осени. Я думаю, что мы не можем просто обойти стороной тему того, какие у нас появляются новые осенние тренды и, может быть, существуют какие-то правила грамотного осеннего лука. Рассказывай. Прекрасный вопрос. Даже два. Я очень рада, что наступает осень, потому что есть возможность делать интересные образы. У нас такое было теплое лето, что большинство выглядели по принципу лук, бусики и трусики. А осенью мы можем носить многослойность. И сейчас это максимально-максимально модно. Поэтому, начиная с нас сейчас пока еще ранняя осень, она не очень холодная, многослойность у нас будет выполнена самым модным образом в двух вариантах. Первый вариант, мы сейчас для барышень говорим, да, это сверху идет какой-то топ, кроп-топ. То есть вещи, может быть, у вас уже и были в гардеробе, но до этого вы, допустим, носили короткий топ под жакет, а сейчас вы носите его сверху на все, что есть в вашем гардеробе. На футболку, на рубашку, похолодать чуть на водолазку. Это не так тепло, он не для тепла. Кроп-топ, это что вообще такое? Укороченный топ. Укороченный обрезанный топ. Да, его кропнули. Вторая модная тенденция, это прозрачность. То есть тоже сверху мы надеваем. Опять-таки, внизу у вас может быть футболка, блузка, все что угодно, но верхний слот, он полупрозрачный. И хороший вопрос, кстати, Макс задал, как мужчина, да, девушка может быть попонятнее, а мужчинам не всегда. То есть вообще назначение кроп-топа, да, как мы это все носим. Наша с вами задача использовать не только предметы, одежды для того, чтобы было тепло, уютно, комфортно, закуклились, а чтобы было и красиво. Вот от кроп-топа пульс для тепла никакой. Это топ, бретельки, открытый животик, да, так тоже можно, если помещение или где-то тепло. Но наша главная задача, это чтобы было красиво. А еще важно, что второе, отвечая на вопрос Максима, про то, что это акцент на грудь. И в этом сезоне это модная новая тема, это декольте, это вот как раз укороченный топ сверху, когда какая-то дымка, когда какая-то полупрозрачность. Мы как раз образ создаем женственные и даже сексуальные, умеренно совершенно разумные по ситуации. Но это очень хорошая новость для всех девушек, потому что дикий оверсайз, гиперсайз много сезонов был в моде, а замуж тоже выходить нужно. И существующего мужчину нужно вдохновлять, поэтому как хорошо, что такие тренды есть. Про правила лука. Самые модные образы, это будут образы все еще монохромные. И в общем и целом я могу сказать, что вы очень в тенденции оба. Но вы модные ребята. Спасибо, спасибо. Когда Александра, у нее костюм, соответственно, в едином цвете, у Максима, естественно, темный оттенок тоже взят за основу. Это очень актуально. И попробуйте угадать, какой цвет будет самым-самым желанным для составления именно монохромного лука. То есть моно-один хромцвет, одноцветного. Мне кажется, молочный. Молочный. Оранжевый или коричневый? Почему так? Белый. Александра ближе к сердцу. Она сказала очень красиво, да. В общем и целом белые все его оттенки. Это не только молочные, это оттенок пены, оттенок облака, оттенок снега ранее. То есть я правильно понимаю, осенний оттенок, самый удачный, это молочный? Для осени. Он не могу сказать осенний. Ты назвала осенний более правильно. Практичные люди, люди старшего поколения скажут, марки же. Для них существует Total Black. В этом сезоне это еще одна очень модная тема. Я хорошо знаю, что мы живем с вами в Самаре. И у нас Total Black, начиная с сентября, заканчивая концом апреля, выбирает очень большое количество населения. Ничегошеньки, не зная о моде. Просто потому, что это удобно и практично. Но в этом году это очень модно. И если у нас есть те, кто хотят такое создавать, то пускай они берут современные фасонные силуэты. Хорошо. А если говорить не об основных цветах, а вообще в целом, есть какие-то осенние тренды? Допустим, если я в оранжевом выйду, как я захотел. Да. И буду сливаться немного с листвой. Это будет плохо или хорошо? Это будет очень хорошо, потому что сейчас тенденции, еще одно большое направление, это яркие цвета. Я как бы сама являюсь такой подсказочкой этих модных трендов. Какие-то более свежие летние для осени. Ранняя осень. Сочная сразу. Еще и зелень у нас не оранжевая, еще пол сентября будет много зелени действительно, поэтому будем вписываться и так. Это любые яркие цвета. Вот если вы не знаете, какой взять, растерялись или просто хотите, ну, какой-то действительно свежести в гардеробе, чтобы не было сразу грустно, то любой яркий цвет. Вот новинка этого сезона является то, что мы не только сочетаем, например, как я, яркий цвет с более нейтральными, но это сочетание яркого цвета, вот, например, у меня подошва оранжевая, да, и вот это сочетание ярких цветов раньше было бы малетоном, раньше, казалось бы, ну, перебор, да, что-то вот переярчил. А сейчас такого нет. У нас наступает холодное время года, и оно такое более спокойное по краскам, и нам хочется выделяться в этих цветах на фоне достаточно спокойной природы. Ну, а вообще какие цвета самые осенние, наверное, базовые? Самые осенние их практически сказал Макс, это будет оттенки белого и бежевого и коричневого, вот вся эта гамма. Это серо-беж, очень-очень актуально, и черный, ну, как я и сказала. А если мы хотим добавить яркости, то я бы советовала брать фиолетовый в этом сезоне. Это нежно-голубые оттенки, и никуда от нас желтый не сбежал серым. Это все еще цвета года. Если бы они куплены были весной, вы умнички, наши зрители, носите их просто по-другому комбинирую, а я научу как. Ну что ж, мы выяснили, как выглядит неотразимое, на какие коррективы в наш лук вынесет погоду, узнаем из прогноза. В среду в Самарской области по прогнозам синоптиков рождается переменная облачность, преимущественно без засадков, днем плюс 24, плюс 29 градусов, ночью плюс 11, плюс 16. Ветер будет дуть южный со скоростью 6-11 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 23, плюс 27, на востоке и юге воздух прогреется до плюс 29. Погода в Самаре ожидается пасмурная, столбики термометров покажут плюс 20-29 градусов, ночью плюс 15, плюс 18. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 39-45%. Продолжаем наш интереснейший разговор о том, как выглядеть нарядно и трендово осенью с Олей Симоновой имидж-стилистом, нашим постоянным экспертом. Поговорим об аксессуарах, что добавить к модным образом? Если мы говорим про суперновинки, про то, что вот хочется, это в первую очередь цветная обувь. То есть все прошлые сезоны у нас даже самые модницы, которые прям активно все любят, все равно купили черную обувь. Я купила себе черную обувь. А белая была? Да, да, белая, черная, бежевая. Уже все, уже не можно. Белая, бежевая остаются с нами, но в этом сезоне, если вы вся в молочном, у вас есть выбор. Первое, вы можете взять тренд прошлого года, это, например, вся белая в черной обуви или в темно-коричневой. Второе, вся белая в белом. Этот тренд тоже у нас есть, пожалуйста. Но если среди нас есть слушательницы, которые любят быть вот на острие, то фиолетовая, красная, зеленая, желтая, оранжевая, любая, лодочки, ботильоны, какие-то, да, сапоги, это будет в тренде. И если вы еще думаете, купить или нет, можно сделать цап-царап в старых коллекциях, когда еще девчонки их не купили. Я раньше не думал, что обувь это аксессуар, думал, что это полноценная часть гардероба. А вот шляпы тоже аксессуар получаются? Конечно. Все, что не одежда, все аксессуары. Да. Шляпы очень модные, поля остаются широкими, но самые модные поля, которые так немножечко идут вниз, они все еще в тренде. Но если в прошлом сезоне шляпы были однотонные, то в этом сезоне они тоже либо цветные, либо с рисунком. Под леопарда, под зебру, под жирафа, хоть под кого? Шарфы, палантины, косынки. Как с этим дела обстоят? Уютные, объемные, пушистые, либо белые. Ну, если мы про супертренды, да, говорим, всегда бежевый шарф, всегда к лицу кому подходит, да? Но либо белый, либо тоже очень яркий. Тут понимаете как? Купить, например, фиолетовые сапоги, ну, честно, купит не каждая. Правда, ну, сколько? Ну, 20% это вот в самом, не знаю, в Милане. У нас-то будет 5, но вот купить яркий шарф могут 80-90, 100% девушек, и все 100% будут красивыми. Оля, огромное спасибо тебе за твой позитив и за твои советы. Рада, рада. Совсем скоро отправимся, наверное, в магазин все-таки обманать свой гардероб. Спасибо огромное, хорошего тебе дня. Благодарю. Ну, а мы полюбуемся уведающей природой вместе с нашей рубрикой «Рифмотека». У матушки природы, в виде код дела, дела. Хотя бы ее-то годы я отдохнуть могла. Должна она под осень построить листопад. Помочь березкам сбросить потрепанный наряд. Собрать картошку с грядок. Сжечь листья из садов. Все привести в порядок. До первых холодов. Снова доброе утро, друзья. С нами Маргарита Малкина, художник. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Маргарита принесла к нам в студию свои необычные работы, потому что они выполнены на ткани. Рассказывайте, что это, что за техника? Эта техника росписи ткани называется батик. В данном конкретном случае я работаю именно с шелковой тканью, потому что расписать можно абсолютно любую ткань, но мне нравится именно шелк за его вид, за его качество, за его свойства, за его характеристики. Он нежный, тонкий, может быть, наоборот, плотным. И батик – это творчество немножко волшебное. Ну, для меня, по крайней мере. Я все время, когда рисую эти платки, у меня складывается ощущение, что я делаю что-то невероятное. Соответственно, работа тоже заряжена каким-то таким позитивным, ярким моментом. Особенно, когда сейчас у нас осень на пороге, платки – это, ну, в большей части неизменный аксессуар платки и шарфа. В современной моде, да. Но наверняка этот процесс очень трудоемкий. Напишите нам его, как происходит работа над подобным изделием. Ну, да, это не один час кропотливой работы на самом деле, потому что специальные краски, которые окрашивают ткань, это очень тягучие, такие жидкие краски, которые текут так, как им нравится. Это всегда немножко в финале неожиданный момент. Импровизация. Да, что же получится. Это всегда чуть-чуть загадка. Получится то, как ты задумывал, или получится по-другому. Профессиональные краски шелк, резервирующий состав. Вообще, на самом деле, очень много вариантов того, как можно открасить ткань. Есть горячий батик, холодный батик, узелковый батик, свободная роспись, это только маленькая часть. Узелковый один батик разделяется на шибори, тай-дай и так далее. Горячий батик – это когда мы работаем, вот, например, вы брали только что вот эту работу, с воском, с горячим. Когда ткань покрывается расплавленным воском, и в зависимости от того, где она перекрылась, краски не попадают. Там, где она не перекрылась, можно окрасить ткань определенным образом. А можно ли в процессе… Соответственно, ослаивать слои разных краски. В процессе работы испортить прямо саму ткань. С языка снял. Можно. Испортить ткань можно на любом этапе. На любом этапе, разумеется. Это все зависит от мастерства. Если вы только в самом начале пути рос в сетками, то можно ее испортить бесповоротно. Если вы уже какое-то время этим занимаетесь, то, конечно, можно попытаться ее исправить. Это зависит от того, что случилось. Растеклась ли краска, не прошел ли хорошо качественный резерв, не пропитал ее. Это разные вещи. Даже на финальном этапе, когда уже все отрисовано, и мы шелк снимаем с рамы, начинаешь его подшивать, и то можно испортить ткань. Это же шелк. Наступает осень. Рисунки на ваших платках изменятся? Орнаменты, мотивы? Нет, но осень, конечно, разумеется, подразумевает то, что хочется что-то более яркое такое рисовать в осенних тонах и гамме. Но на самом деле все зависит от того, что человеку больше нравится. Сейчас большое количество аксессуаров, которые продаются в магазине, просто так. А иметь ручную работу – это совсем другая вещь. Естественно, когда ко мне обращаются за просьбой нарисовать какой-то платок, человеку хочется иметь что-то свое, уникальное и неповторимое. А там уже не зависит от того, какое-то время года. Осень, зима, лето. Интересно, что бы на своем платке нарисовала Юлия Севера? Наверняка какую-нибудь зверушку. В ее рубрике «Ноид ковчег» их просто немерено. Приветствую всех любителей пушистых, пернатых и хвостатых на «Ноевом ковчеге». Задумайтесь, какие ассоциации возникают у вас со словом «кот»? Думаю, многим на ум придет образ упитанного, вечно лежащего на диване, избалованного животного. Угадала? Ваш кот такой? Что ж, теперь можете смело его пристыдить, мол, «Эх, ты, лентяй, все лежишь!» У других вон кошки на государственной службе состоят. И я не шучу. Бесценные коллекции британского музея. Именно кошки защищают от мышей и крыс. Шесть кошек официально зачислены в штат-музее. Каждая получает по 50 пунктов в год на еду, туалет и бесплатную спецодежду. Желтый бант на шее. Служат кошки и в трех почтовых отделениях Лондона. Зарабатывают, правда, меньше, только по 8 пенсов в месяц, но тоже не жалуются. Самый знаменитый служащий кот по имени Уилберт Форс начал свою карьеру в 1973 году, когда его подобрали на улице и принесли в резиденцию премьер-министра, где завелись мыши. Кот с блеском решил мышиную проблему и в дальнейшем служил четырем сменившим друг друга премьер-министром. Иногда он даже присутствовал на заседаниях правительства. Многие высокопоставленные гости, наносившие государственные визиты премьер-министру, были знакомы с Уилберт Форсом. Маргарет Тэтчер частенько привозила ему из зарубежных поездок кошачьи лакомства. Когда кот стал стареть, его переселили в частный дом на пенсию. В 1988 году Уилберт Форса не стало. Его дело продолжали другие коты. Сначала Хамфри. Он даже занимал официальную должность, примерно звучавшую как главный мышатник при администрации премьер-министра. Потом был кот Сибил и, наконец, Ларри. Так что, если у вас есть кот, не переживайте. Никакие финансовые трудности не страшны. Думаю, четвероноги согласятся подработать ради вас и порции вкусняшки. Берегите хвостатых. Пока! Продолжаем беседовать с Маргаритой Малкиной. Художницей. Еще раз доброе утро! Доброе утро! Мы вот рассматриваем работу Маргариты. И получается, что в основном батик исполняется на платках, да? Или, в принципе, можно... Вот я вижу шарф, да? Может ли это быть майка? Где уместен батик? Может быть? Может быть. На каких-то предметах интерьера. Это может быть абсолютно любая ткань. И, соответственно, абсолютно любая ее реализация. Шелк в разной плотности, хлопок. Это могут быть сумки тканевые. Это могут быть кроссовки. На них тоже можно рисовать. Конечно, кеды, вот тканевые кеды, на них можно их разукрасить, разрисовать. Они тоже будут выполнены в технике батик. Поэтому любой отрезок ткани, соответственно, из этого можно сшить. Кимоно, платье, сарафан. Все, что вам хочется. Пижаму. Какая-то особая краска нужна для этого, чтобы она не смылась, не состиралась? То есть, сколько вообще прослужит такая вещь? Вот она не... Как ухаживать за ней? Как стирать? Это вещь долгосрочная, на самом деле. Рисунок не смоется? Нет, рисунок не смоется. Вот это профессиональные краски, которые предназначены именно для работы с тканью. Причем именно шелковой тканью. Они тоже там немного разнятся. Поэтому можно и нужно стирать эту вещь. Без этого никак. В бережном режиме, как и любую другую шелковую ткань. Краски останутся такими же яркими, такими же привлекательными. С ними ничего не будет. Ну, а уход в самый простой ручная стирка, бережная, с мягким моющим средством. Можно даже немножко ополоснуть в каком-то растворе, чуть уксусном. Тогда шелк будет блестеть еще больше. Ну, батик прекрасен. Мы восхищены вашим мастерством. Мы знаем, что это не основная ваша деятельность, да? Вы художница. Какие картины вы пишете? Расскажите о вашем творчестве. Картины, ну, это картины на холстах, акриловыми, масляными красками. Обычно вы изображаете? Ну, это больше интерьерные картины, которые сейчас достаточно модные. Триптихи... Так, пошли неизвестные слова. Что это рассказываете? Триптихи – это картины, состоящие из трех частей, которые можно повесить как отдельно друг от друга, так и вместе, да. И с какими-то... Ну, это разные могут быть сюжеты. Цветы, картины, геометрия, да. Это может быть что-то абстрактное. Любая картина может стать интерьерной? Или это какое-то определенное... Что определяет картину как интерьерную? То, что она висит в интерьере или что-то заранее? Нет, интерьерная картина – это изначально уже запланированная картина, которая подойдет под определенный интерьер. То есть это не масляная живопись в прямом смысле этого слова, как мы привыкли видеть в музее. Интерьерная живопись, она отличается. Это какой-то либо отдельный предмет на фоне, либо это что-то в базовых тонах, который подойдет под интерьер помещения, ну, либо это что-то абстрактное. Как много нового мы узнаем от наших гостей. Маргарита, большое спасибо вам, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо, что пригласили. И вам. Друзья, оставайтесь с нами, мы совсем скоро вернемся в нашу студию, будет очень много интересного. В эфире новости на канале «Губерния» в студии Николай Гришечкин. Доброе утро. Сегодня день знаний. По всей стране звенят первые звонки. После каникул встречаются друзья-одноклассники. Всего в этом году общеобразовательные учреждения страны открывают двери для 17 миллионов школьников. В Самарской области более 350 тысяч учащихся, и из них 40 тысяч впервые сядут за парты. День знаний в этом году проходит в традиционном формате, а учебный год начинается очно. Но с учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры безопасности. Это решение, напомню, в конце августа озвучил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время своей рабочей поездки в Самару. Отмечу, что с 1 сентября российские школы ждут важные перемены. Вводятся календари воспитательной работы, начинают действовать новые образовательные стандарты. Напомню, к началу этого учебного года по решению президента Владимира Путина родителям всех школьников единовременно выплачивается по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В 63-м регионе эту выплату уже получили 419 тысяч человек. На общественном контроле активисты Общероссийского народного фронта и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили эффективность исполнения национальных проектов, а также работу с обращениями граждан, поступившими на прямую линию президента России Владимира Путина. Все подробности далее. Социальная помощь, вопрос обеспечения жильем, медицина. Эти три темы лидируют по числу обращений, поступивших в адрес президента России Владимира Путина во время прямой линии. Контролирует решение вопросов Общероссийский народный фронт. Как ведется работа с жителями Самарской области, общественники рассказали на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым. По количеству обращений мы находимся в первой десятке регионов и обработать более 60 тысяч обращений, я говорю про суммарно 3 года, силами общественников не представляется возможным. И компетенции УНФ здесь явно недостаточно. И в этой работе нам огромную помощь оказывает департамент по работе с обращениями граждан и организация администрации губернатора Самарской области. Дмитрий Азаров напомнил, что ключевые вопросы развития региона, среди которых качество дорог, благоустройство, возможности для отдыха и образования, эффективно можно решать только при адекватной и точной обратной связи. Работа, которую Народный фронт ведет по территории всей России, а в Самарской области, знаю, что активнее, чем даже в среднем по стране, чем в соседних регионах. Справляемся и зачастую с давно накопившимися сложностями, сложностями в различных сферах. Отзываясь на обращение людей, решаем вопросы и устраняем проблемы, часто в оперативном порядке. Представители УНФ отметили, часть проблем возникает из-за бюрократии на местах. В частности, трудности с речной переправой на Волге можно решить быстрее. Чиновникам нравится, когда все гладко, по шерсти. И тот негатив, который мы попытались доносить, и через тех должностных лиц, которые вы определили взаимодействие, он, к сожалению, в этих должностных лицах, в этих кабинетах и застревал. Дмитрий Азаров поручил разобраться в ситуации Министерства транспорта. Особый контроль реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Это зачастую непросто, идти с критикой, может быть, где-то, но на самом деле, насколько это повышает эффективность реализации национальных проектов. А это ровно то, о чем и говорил Владимир Владимирович Путин, лидер Общероссийского народного фронта. И, конечно, то, что мы, как жители, понимаем, что если мы сможем реализовать национальные проекты, если они будут реализованы при нашем участии, то мы, как минимум, будем испытывать гордость перед нашими детьми за то, что мы имели к этому самое непосредственное отношение. Представители ОНФ отдельно отметили, что помимо реализации национальных проектов, в Самарской области реализуются планы по обновлению инфраструктуры. К примеру, программа «Содействие» помогает преображать дворы всего за год. Отдельно мне хочется поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за реализацию губернаторского проекта «Содействие». Вот этот проект, который дает возможность маленьким территориям сельских поселений, территориям частного сектора, сделать преобразование своей городской среды вокруг своего дома. ОНФ озвучила ряд больных вопросов на территории 63-го региона. Не решено. Сквер в Тольятти обновлен без устройства полива. Газон сохнет. Кроме того, частая инфраструктура после проведения ремонта остается без собственника. Площадки приходят в негодность. Дмитрий Азаров поручил возобновить рабочую группу при Министерстве ЖКХ, куда включить общественников. Кроме того, тщательно и следить за гарантийными обязательствами подрядчиков. Отдельно поблагодарили губернатора за помощь самарским паралимпийцам-сноубордистам. Сейчас тренируются четыре спортсмена, готовые представлять Россию на самом высоком уровне. Скажу прямо, то, что получилось сделать с протезами, со спортивными, которые наши коллеги помогли все это сделать, А вы, Дмитрий Азарович, нашли вот эти варианты, как это, потому что это очень дорогая покупка для региона, как это сделать, обеспечить нашу первую паралимпийскую сборную протезами, спортивными. Я вам скажу так, никто в России, ни один губернатор этого не делал еще для паралимпийцам-сноуборда. Вы первые. В завершение встречи Дмитрий Азаров наградил представителя ОНФ за труд на благо Самарской области. Леонид Кошман, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Порядка 1700 инвалидов, проживающих в Самарской области, обратились в этом году в службу занятости за помощь в трудоустройстве и около 850 обрели работу. На решение этой же задачи нацелен проект «Улица неограниченных возможностей». Он организован Общероссийским народным фронтом и Центром занятости населения Самары. Все подробности у моего коллеги. Только зеленый свет, означающий «смело двигайтесь вперед», всегда горит на улице неограниченных возможностей. Именно так называется социальный проект, направленный на помощь в трудоустройстве жителям с инвалидностью. Впрочем, здесь их называют люди с дополнительными потребностями, ведь возможности каждого безграничны. Один из сорганизаторов мероприятий, Евгений Печорских, знает не понаслышке не только о том, что такое перемещаться на инвалидной коляске, но и о проблемах, с которыми особенные соискатели сталкиваются при устройстве на работу. Работа с инвалидами в вопросах занятости – это работа штучная. Потому что каждый инвалид, соискатель – это индивид, и к нему нужен определенный такой отдельный подход. Трудоустроить инвалида – это одно, а самое главное, чтобы он остался на этой работе, чтобы его коллектив не выжил. О том, что люди с ОВЗ зачастую увольняются вскоре после трудоустройства, говорят и сами работодатели. Готовые, тем не менее, продолжать взаимодействие и искать пути решения проблемы. Возможно, таким людям нужна больше эмоциональная поддержка. То есть, поэтому сейчас уже имея вот этот вот кейс, мы можем понимать, какие могут быть причины ухода данных сотрудников. Соответственно, на основе уже вот этого опыта мы можем сделать какую-то классную адаптацию и привлечь большее количество людей с ограниченными возможностями. Поэтому и основная цель проекта – создать людям с инвалидностью условия для профессиональной адаптации и наработки конкурентных преимуществ на рынке труда. На ярмарке-вакансии для них организованы экспресс-собеседования, консультации с психологом и специалистом по трудоустройству, а также мастер-классы по составлению резюме и адаптации в коллективе. Наш проект помогает свести работодателя с человеком, которому нужна работа, помочь ему с адаптацией на рабочем месте, разъяснить и обучить работодателю, как работать с людьми с дополнительными потребностями и поменять в лучшую сторону жизнь и работодателя, и человека с инвалидностью. Людям это интересно, люди нашли в этом отклик, ну а мы, соответственно, сделаем все для того, чтобы в нашей стране человек с инвалидностью имел абсолютно одинаковые возможности со здоровым человеком. Самарская область вошла в число пилотных регионов, в которых в этом году реализуется проект «Улица неограниченных возможностей». Он организован Общероссийским народным фронтом при участии Самарского центра занятости. Оказание помощи тем, кто в ней нуждается, в том числе часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сергей Сергеев, Алексей Гриднев, Новости губернии. При Тольяттинском университете открылся новый бассейн. Все желающие смогут заниматься там не только плаванием. Предусмотрены залы для фитнеса, гимнастики, силовых тренировок. В открытии комплекса приняли участие замминистра науки России Петр Кучеренко и губернатор Дмитрий Азаров. Новый бассейн позволит повысить качество образования в опорном вузе региона по дисциплине физической культуры. Сегодня у нас вуз является ядром инновационных разработок, проектирования будущего города Тольятти. Я рассчитываю, что научный потенциал, образовательный потенциал нашего Тольяттинского университета, его бассейнки несут огромный вклад в развитие нашего региона. Мы будем создавать базу для того, чтобы здесь было учиться комфортно, чтобы знания получали качественные. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо и в нашем информационном часе в полдень. А у меня пока на этом все. Увидимся. Доброе утро, губерния! С днем рождения осени поздравляют вас неподдающиеся осенних Андре, ведущие Саша Байдачна и Максим Полагнюк. Осенняя депрессия, кстати, отнюдь не выдумка. Ей подвержены около 5% населения Земли. В осенние месяцы нередки перепады атмосферного давления, иногда довольно резкие. Это доставляет серьезные неудобства метеозависимым людям. Интересно, что не все на нашей планете знают, что такое осень. Например, объяснить это слово жителю тропического региона, где ее попросту нет, может оказаться нелегкой задачей. Теплое бабье лето, которое случается в сентябре в некоторых странах, Балкан называют цыганским летом, а американцы и канадцы зовут его индейским. Осеннее равноденствие приходится на 22-23 сентября, поэтому раньше осень не отсчитывали с 23-го числа, а не с 1-го. Так что можем считать, что лето продолжается. Осенью также резко возрастает количество ДТП, и это связано с мокрой листвой, поэтому войдите аккуратнее. В общем, мы себе желаем осень без ДТП. Да, и ни в коем случае мы дождливой осени не желаем, но о какой осени мы мечтаем, сейчас узнаем из опроса. Солнечный и счастливый. Продуктивный. Не холодный, продуктивный, да. Бесконечного бабьего лета. Ой, золотой. Да, недождливый. Теплый, может быть? Теплый. Да, теплый. Еще раз доброе утро, друзья. К нам в гости пришли Екатерина Утенкова, главный редактор журнала «Модель» и Кристина Павлова, фотограф журнала. Доброе утро. Доброе утро. На дворе осень, с чем мы вас поздравляем. Доброе утро, спасибо. И прямо сейчас можно уже начинать готовиться к потрясающим фотосессиям, волшебным на фоне красно-желтых листьев. Люди, которые знают Сёплера, потрясающие кадры, наши замечательные девушки. Расскажите, в чем же секрет успешной фотографии, успешной фотосессии, успешного кадра? Ну, это, наверное, фотограф расскажет, как она это видит. Так, Кристина. В первую очередь, зависит это все не только от фотографа, да, также это зависит от локации, от подобранных правильно образов. Ну, от организации в целом. В целом, да. То есть картинка, она красивая будет только тогда, когда будут стараться не только фотограф, но еще и герои съемок. А как правильно подходить к подготовке? То есть фотограф должен в голове у себя выстроить кадр, придумать его и сказать, что нужно сделать? Ну, иногда не только фотограф делать. То есть, допустим, у нее есть какая-то идея, но там нужна команда, нужен стилист, который одень. Потому что бывает цель одна, а если ты одет не так, как хотелось бы на эту съемку, ну, это в основном провал. Ну, практически всегда. Поэтому мы сейчас всегда работаем со стилистами, с профессиональными, которые привозят нам кучу одежды на съемку. Тогда вот этот результат прям вот в точку получает. Бывает, что задумывали одно, а уже потом на локации стало понятно, что можно. Бывает вообще. Бывает все. А есть у фотографа, который работает в журнале, какие-то профессиональные особенности, которые отличают его от другого, от простого фотографа? Конечно. Фотограф работает в журнале. Ну, хорошо. Перефразирую. С чем приходится его сталкиваться, зачем следить, в чем особенности его работы? Ну, там просто не только фотограф решает. Ну, то есть, если он свою съемку делает, решает она так, как она хочет сделать, а здесь решается многими. В целом, организатором, потому что... Ну, мы договариваемся обычно. У нас нет такого четкого, что кто-то сказал, как надо. Здесь есть проекты. Да, и над этим проектом работаем. И его надо вот сделать так, как надо. Ну, то есть, это здесь не так, как хочешь ты снять. То есть, задача ложится не на мои только, например, плечи. Ну, у нас, получается, первостепенно, это какая-то статья, должна выйти правильно, и к ней нужно... Ну, не обязательно статья. Нет, допустим, мы решили снять проект, вот сейчас в сентябре, проект Куба. Соответственно, мы подбираем весь стиль под нее. Старый автомобиль советский, там что-то еще, договариваемся со стилистом. И, соответственно, фотограф не может снять просто что-то другое. Ну, она снимает стилизацию Куба, она смотрит, да, там, подборки, и готовится к этому тоже так же, как и мы. То есть, она смотрит, в каком стиле надо снимать, и поэтому вот он складывается в целом. Мне кажется, отдельная вообще история, это всегда обложка журнала. Есть много фильмов, посвященных именно этой сути. Обложке, это самое нервное. У нас это самые нервные съемки. Почему? Потому что мы иногда придумаем одно, мы снимали как-то сельский шик, съемку, мы придумали ее так, мы с Кристиной нашли кучу подборок, вот прям, именно сельский шик должен был быть. Получилось все круто, но немного другое, не то, что мы хотели. Но круто, никто не знает, как мы хотели. Для всех получилось, что это очень круто. А мы хотели вот чуть, ну, чтобы это вышло. Да, и такое бывает, но всегда нервно, потому что хочется каждый раз сделать лучше, чем это было. И это не всегда легко. Но иногда бывает и чуть провал. Ну, без провалов может быть успех. Как вы находите, как отбираете тот самый нужный кадр? Что идет в мусорку, что наоборот на обложку, от чего это зависит? Ну, я, например, когда уже отсняла, то есть приезжаю домой, открываю, естественно, делаю отбор. Отбор я делаю, то есть на схожих кадрах. То есть те кадры, которые схожие, допустим, я их нам у некоторых удалю. То есть мы даже не видим их. Ну, она убирает лишнее, а мы уже выбираем из того, что она нам отдаст. Клиент уже, да. То есть я отдаю там порядка, например, 50, скажем, фотографий одного ребенка со съемки. И отправляю вот Екатерине, и она уже выбирает сложно. Сложно, но мы советуем, советуем. Давайте попробуем, может быть, вместе как-то определить критерии. Критерии от кадра на обложку. Нет критерий. Вообще нет критерий. То есть просто вот такая, нет, не то, вот это оно. Да, это так. Причем это не факт, что, допустим, родителям этого ребенка именно этот кадр больше бы понравился, чем нам. Но здесь, ну, как бы мы не спрашиваем. То есть нам надо определенный, потому что он выглядел модно, стильно. То есть бывает просто... А сферу. Ну, да, потому что родители немного в другом на все смотрят. Им нравится, чтобы там улыбнулся ребенок, и уже класс, вот она. А не всегда это надо. Иногда надо совсем другой кадр. Мне кажется, что любая фотография, как бы странно это ни звучало, должна звучать. Звучать, как молодежный оркестр, о котором расскажет Юлия Север. 12-часовые репетиции в течение 20 дней. И вот он результат. Гала-концерт на сцене Самарской филармонии. Любовь к музыке объединила ребят из разных уголков земли. Все они студенты и выпускники музыкальных учебных заведений. В Поволжье приехали на сессию. В течение месяца ребята проходили обучение под руководством известных профессионалов своего дела. Это на самом деле уникальный проект. Он в своем роде, наверное, не повторяется нигде больше в мире. Потому что то, что происходит здесь в эти дни, это по-настоящему самый максимальный творческий процесс, который возможен для молодых ребят. Ребята сюда приезжают с такой очень глобальной целью, прямо максимально творить. И на самом деле с первого дня с многочасовыми репетициями они это делают просто с полной отдачей. То есть я вижу эти горящие желания творить глаза. Набираю все опыта работы в оркестре, потому что в колледже это сделать трудновато. А благодаря этому замечательному проекту я уже представляю себе и знаю, что будет в моей профессиональной сфере. Поволжский молодежный оркестр собирает трупы уже в девятнадцатый раз. В этом году в сессии приняли участие 80 молодых музыкантов из 25 городов России, а также Приднестровья и Республики Беларусь. Цели мы ставим всегда одни и те же. Мы не боимся быть неоригинальными, потому что создание оркестра в такой короткий срок из музыкантов очень молодых преследует цель просто приобщить их еще больше к этому виду творчества. Дать им какой-то заряд и привить им еще больше интерес к оркестру симфоническому. Потому что, на мой взгляд, это самое лучшее, что есть на свете. Это симфоническая музыка. Сейчас, когда обучение пройдено, молодым музыкантам предстоят гастроли. Галоконцерты пройдут в Тольятти, Ульяновске, Саранске и других городах. Юлия Север, Елизавета Должикова, Сергей Костин. Утро губернии. Друзья, напоминаем, что у нас в гостях Екатерина Утинькова, главный редактор журнала «Модель» и Кристина Павлова «Фотограф журнал». Еще раз доброе утро. Доброе утро. Недавно прошла премия «Модель года». Все верно? Я ничего не путаю? Расскажите, в чем ее суть и как она проходила? Проходила грандиозно. Было много народу, были родители с детьми. В рамках премии проходили модные показы детей, которые снимались у нас. То есть не из модельных агентств, а из тех детей, которые снимались для нашего журнала в течение года. И выбираем мы победителей тоже из тех детей, которые принимали участие в съемках для нашего журнала. Когда-то вот в течение года. Но в этом году мы выбирали практически за два года, потому что была пандемия, и мы не проводили премию. Все прошло как по маслу. Все круто, все довольные, счастливые. От чего зависит победа? Как победить? Нужно обладать потрясающей внешностью? Или это будет очень раскрепощено? Нужно работать. Тоже работать. Потому что есть дети, которые стараются. То есть они именно понимают, что что-то надо сделать. Есть, которые просто не хотят. Их привели родители, значит, надо. Ну, то есть, может быть, родители хотят просто. Может быть, как. Ну, то есть здесь тоже, в принципе, какую-то работу все равно должны сделать в процессе съемки. От этого зависит. И мы видим именно в течение года, они некоторые приходят по несколько раз к нам. И мы видим, у некоторых рост очень большой. То есть они, например, когда-то были зажаты совсем, сейчас они снимаются совсем по-другому. А есть какие-то советы для родителей, как своего ребенка найти правильный подход, чтобы вместе... Зажечь его. Да, зажечь его этой идеей. Надо, чтобы он хотел, мне кажется, ребенка. Главное же. Ну, потому что бывает, что ребенок... А зачем? Ну, мне кажется, если он не хочет, то и не надо. Ну, просто дети же разные хотят. Ну, кто-то не хочет фотографироваться. Я считаю, что его не надо туда. Ну, зачем? Ему это неинтересно, не нравится. И Кристина много раз, да, сталкивалась, просто на съемках, даже не для журнала, с тем, что, ну, приводят детей, они не хотят, им это не надо. Они бегают, они кричат. Они бегают, прыгают, кричат, родители нервничают, естественно, ругаются. То есть, ну, таким детям нужны съемки только ловстайл семейные. Когда можно побегать, попрыгать, это будет очень круто. И на кадрах, и мама расслабленная будет, и папа, слава богу, меня не фотографирует. Ну, как бы это будет так. А для журнала надо и желание, ну, чтобы ребенок сам хотел. А тогда он будет работать. А при взгляде на модель сразу понятно, будет успешная фотосессия или нет? Ну, изначально, когда ты смотришь, вот вы ко мне приходите на съемку, да, например, я на вас смотрю. Внешность классная, смотрю, давайте дальше там позировать начинаем. Если, то есть, у вас вот прям все это заходит, да, то есть, все, ну, наша съемка, она сложится на все сто. Если, то есть, например, вы где-то там сковано себя чувствуете, мне нужно вас расслабить. Если я вас расслабляю, так же и ребенка, и, в принципе, каждого. Вот, то есть, все, у нас съемка, то есть, удастся, и, значит, модель получится. Ну, и от фотографа зависит. Фотограф либо может расслабить, либо нет. Потому что у нас бывали фотографы, например, ну, промежуточные там когда-то, которые, ну, сами по себе недобрые, может, в чем-то, а с детьми, например, с ними нужен подход. Иначе очень сложно будет, там, если ты на него разок рябканешь, то ничего не получится. Поэтому здесь подход, ну, от фотографа должен быть тоже такой, ну, хороший. Нужно уметь это, как бы, делать и с семейными съемками, и с детскими. А есть ли у вас, наверное, в практике дети, которые вот пришли совсем маленькими, да, начали сниматься и уже чувствуется, что это будущая профессиональная модель, да? То есть есть ли они? Есть, да. И немало, да, есть, в принципе. И даже я вот вспомнила, Катя Филиппова, она не была на премии, но у нее есть тоже статуэтка, их просто не было. Она, вот ее рост заметен сильно, то есть она была довольно такой зажатой девочкой, сейчас просто очень. Мы снимали ее в Крыму, они тоже ездили вместе с нами в тур. И это совсем другой человек, она уже взрослая девушка такая стала. Была, ну, ребенком, когда начиналась, там, год три назад, она, например, была другая. Таких, ну, несколько детей у нас, кто вот прям с нами идут и растут. Мы радуются. Хочется пожелать вам от следующих успехов, удачи. Спасибо большое. Классных съемок, классных моделей и успешных фотопроектов. Спасибо большое, спасибо, что пригласили. Спасибо, Даня. Друзья, мы следуем за Мариной Барковой, которая на просторах нашей губернии снова нашла что-то интересное. В Самарской области продолжается туристический проект «Поехали» для журналистов и блогеров. Каждую неделю на протяжении всего лета наша съемочная группа отправляется в путешествие, чтобы открывать новые точки притяжения внутреннего туризма. 12-й пресс-тур прошел на территории заброшенного аэродрома в Смышляевке. Нам выдали защитную экипировку и оружие. При этом три слоя, смотрите, упалка, брони. Плюс еще ветровка вот эта. Марин, и в общем, 31 градуса, мы утипляем. Маркер стреляет только в таком вот положении, когда фидер с шариками находится сверху, то есть падают вертикально сюда и выстреливают. В таком и таком положении маркер с шарами стрелять не будет. Пейнтбол – это военно-спортивная стратегия. На рынке активных развлечений существует 15 лет. Мы играли под руководством старейших пейнтболистов, которые входят в тройку крупнейших клубов Самарской области. Позрали. Самые такие базовые, элементарные сценарии применяли. Это первый – стенка на стенку, когда задача просто перестрелять всю команду противника. И второй – сценарий с флагами, когда необходимо флаги занести на базу противника. Для новичков перестрелка желатиновыми шариками с краской длится около двух часов. Сценариев множество. За это самарцы любят играть в пейнтбол круглый год. Пик сезона – весна и осень. В жару тоже воюют, но в тенистых лесных зонах. Один раз в месяц клуб проводит открытую игру, куда можно влиться поодиночке и весь день участвовать в массовой перестрелке. Чем больше игроков, тем интереснее играть. То есть у нас вот игры были по 100 и более человек. Это, конечно, грандиозно. И очень круто, когда ощущаешь, что ты идешь в атаку. И справа, и слева от тебя еще десятки людей тоже идут в атаку, стреляют. То есть масштабность. Командная игра на свежем воздухе помогает сплотить коллектив и провести время с пользой для ума и тела. Бьюти-блогеры, которые ничего тяжелее телефона в руках не держали, впервые почувствовали вкус победы. Первые секунды очень тяжело. Потому что жарко, потому что некомфортно, тяжело, амуниция, все мешается. Но потом так быстро вливаешься в игру, вот этот адреналин, азарт. И за тобой бегут там твоя команда. И сразу там «Прикрой меня, ты прикрой». Ну, мне очень понравилось. Как для мальчика игра в войнушку? Вообще, как ты себя чувствуешь в этой игре? Непривычно все равно же. Ты же все равно в городе зажатся своими проблемами. А здесь ты можешь свои эмоции выплеснуть. Проект «Поехали» организован Департаментом туризма Министерства культуры Самарской области при поддержке областного правительства. Пресс-туры осуществляются каждую неделю на протяжении всего лета. Развитие внутреннего туризма и популяризация туристических возможностей Самарской области – часть стратегии лидерства региона. Марина Баркова, Константин Макаревич. Программа «Утро губернии». На этом все. И не забудьте отметить день рождения. Очень какой-нибудь вкуснятина. С вами были утренние ведущие Максим Плоднюк. И Саша Пайдачна. До встречи. Пока-пока. Кстати, о вкуснятине. Где мой обещанный торт? В гримёрке, Макс. Я там кроме кабачков и тыквы ничего не видел. Ну, всё правильно. Нужно перерабатывать осенний урожай. Поэтому торт у нас сегодня овощной. Тогда прямо сейчас на глазах у телезрителей я впаду в осеннюю депрессию. И будешь виновата ты. Готова? Вот смотри. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...